Масштабная программа реформирования и повышения устойчивости энергетической системы осуществляется в нашей стране. На днях в шести регионах республики главой нашего государства введены эксплуатацию пять солнечных и одна ветряная электростанции. На мероприятии в Республиканском фонде по поддержке одаренной молодежи имени Улукбека обсудили значимость этих объектов и перспективы развития зеленой энергетики в целом. За счет роста промышленности, чрезмерного сжигания нефтепродуктов, угля, вырубки лесов, роста числа транспорта и интенсивного потребления и других факторов в атмосферу начало выделяться миллионы тонн углекислого газа, создавая парниковый эффект на планете. Решить проблему должно повсеместное использование зеленой энергии. Это делает возобновляемые источники энергии не только трендом современности, но и необходимостью для человечества. Узбекистан в этом плане реализовал ряд масштабных проектов, в числе которых... Введение в эксплуатацию солнечных электростанций в Карманинском и Нурабадском районах общей мощностью 200 мегаватт. Реализация проектов строительства трех современных фотоэлектрических станций в Джизакской, Самаркандской и Сурхандаринской областях общей мощностью 900 мегаватт. Возведение первой очереди ветряной электростанции мощностью 500 мегаватт в Тамдынском районе Новоиска области. Кроме того, в Бухарской и Кашкадаринской областях завершено возведение первого этапа двух солнечных станций общей мощностью 1000 мегаватт. На встрече представители научных кругов Узбекистана детально обсудили значимость этих проектов и проанализировали перспективы развития сферы зеленой энергетики. До 2030 года Узбекистан должен уменьшить выделение карбонатогидрита на 35%. Для этих целей у нас в Узбекистане делаются большие шаги. Один из них является внедрение зеленой энергии в общий энергетический баланс. Соответственно, это у нас какие-то имущества дают. Во-первых, это дает нам уменьшить роль нитопродуктов, газопродуктов в общем энергетическом балансе. Соответственно, улучшить экологию. Главным инициатором этих идей является президент Республики Узбекистана. Вмедряются большие инвестиции в зеленую энергию. В результате полного ввода указанных проектов стоимостью 2 миллиарда долларов, бесперебойный доступ к электроэнергии получат 2 миллиона домохозяйств. Появится возможность для производства промышленной продукции и услуг на 4 миллиарда долларов. Те проекты, которые планируются и реализуются на сегодняшний день, это, во-первых, обеспечивает энергетическую безопасность Республики. Рост населения, развитие экономического сектора, в таких условиях большую потребность к электроэнергии можно обеспечить только с помощью применения возобновленных источников энергии. Реализация этих проектов дает возможность сэкономить 2 миллиарда кубометров природного газа. В целом до 2030 года планируется увеличить мощность зеленых электростанций до 27 гигаватт, что позволит сократить выбросы вредных веществ в атмосферу на 34 миллиона тонн. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова